В Чите в ремонте нуждается около 1400 многоквартирных домов. Но с каждым годом в программу по капитальному ремонту жилого фонда за счет государственных средств включается все меньше и меньше читинских домов. Горожане готовы даже вложить собственные средства, чтобы попасть в федеральную программу. Но не всегда желания граждан совпадают с желаниями чиновников. Жители дома по улице Железобетонная, 14, собирают документы на капремонт третий год подряд. Со дня постройки в нем ни разу не делался ремонт, поэтому проблем накопилась масса. Строился силами стройбата, эксплуатировался силами кэч. То есть и строился не очень хорошо, и эксплуатации, но ремонта никакого не было. И как следствие из этого, на сегодняшний день на пятом этаже проломилась плита перекрытия. Управительская компания пытается все это отремонтировать, но без капитального ремонта, без выделения денег именно федерального бюджета за свои деньги за средства данный дом не отремонтировать. А жить в нем, ну очень, так скажем, проблематично. У Татьяны Атавиной, жительницы этого дома, пару дней назад отвалился кусок бетонной плиты на балконе. Вследствие этого на доме образовалась трещина, которая затронула плиту перекрытия. Приехали представители дом управления, ставят деревянные подпорки. Насколько вот хватит этих деревянных подпорок. Сейчас назначили комиссию, которая придет, обследует наш балкон и дальше решат, но нет ничего более постоянного, чем временное. Нам, да, нам запретили выходить на балкон. Вчера нам поставили предписание, воткнули в двери. У жителей дома осталась последняя надежда на помощь из федерального бюджета. Но каждый раз они получают отказ в выделении средств на ремонт. Хотя готовы вложить необходимые 5% собственных средств, как того требует федеральный закон. Похожие проблемы и у жителей домов по улице Ковыльная. В доме номер 22 в замене нуждается все. От электропроводки до крыши, которая регулярно дает течь, затапливая жителей сразу пяти этажей. Людям в прямом смысле приходится делать ремонт каждый год и латать дыры дома самостоятельно. Жители обращались к губернатору и писали письма в приемную президента России, чтобы дом был включен в программу по капремонту. Все необходимые документы для этого собраны. Согласие жильцов получено. Проблемы с электропроводкой – одна из основных для жителей дома номер 48 по улице Амурская. Со дня постройки тут произошло 20 пожаров и зачастую виной тому протекающая крыша. Вода заливает проводку и регулярно происходит замыкание. Очень старая ветхая электрика. Морально-физически она уже изношена. Ее никто никогда не менял с момента постройки дома. То есть ему уже 77 лет. Всего в Крайвом центре заявки на участие в капремонте подали 133 совета дома. Скольким из них посчастливится получить добро из федеральной казны, пока неизвестно. Но чтинские чиновники и жители города всерьез обеспокоены тем, что эти заявки могут быть вновь неудовлетворены. В 2011 году вместо заявленных счетой 80 домов средства на ремонт получили только 15. В 2012 году заявки подали 68 домов, но ни одна из них не была удовлетворена. Надежда Акулова, Анна Кулигина, специально для Забинфо.ру.